Если бы какой-то старичок спокойный попался бы, я бы... А спокойный это какой-то? То есть секса не брось, потому что как бы... Нет, чтобы... Не что ли богато, не стоит начинать. Не стоит начинать. Вот, а вы знаете, они какие все это... Только дай им и дай, дай им и дай. Да брось ты, уже в этом возрасте, что там дай, песок сыпется. Ой, еще как дай! Я Лариса Бузеева, это «Давай пожелимся». Добрый вечер. Сегодня женихи Семен, Сергей, Андрей, А невеста у нас Ольга, здравствуйте, проходите. Пожалуйста, что вы прям такая головку склонили, все будет хорошо. Ольга, 58 лет. В день свадьбы нашла сбежавшего мужа под кустом, но спустя годы пожалела о том, что тогда не позволила ему исчезнуть. Ольга художник-живописец. Гордится тем, что она человек старой закалки, мечтает выдать замуж своих дочерей. Ольга не вступит в близкие отношения с мужчиной, предварительно не узнав, представителем какого знака по восточному гороскопу он является. Уверена, что кот ее усмирит, дракон защитит, змея подчинится, а кабан вовлечет в авантюру. Но главным требованием является то, чтобы ее избранник не пил. Здравствуйте, девочки. Рада снова вас видеть у нас на программе. Мы, конечно, не можем забыть прошлую нашу встречу. Сегодня у нас, Дашенька, задача не из легких. Нам нужно выдать маму замуж обязательно, чтобы вы, наконец, зажили свою собственную жизнь. Вы пришли без сестры сегодня? Да. Я смотрю, принесли сирень. Бесподобные цветы. Просто совершенные цветы. Ну, вот совершенные. Цветы – это все в поле, в лесу должно быть. На даче, в крайнем случае. Но ни в коем случае их нельзя срывать. Роза, я тебе дарю. Мне? Да. Ты же в тот раз сказала, говоришь, заплати. Ладно, уважила. Ой, невеста уважила. Спасибо большое. Лариса, а давай, может, напомним? А давай напомним. Давай. Кулечка, сколько вашей дочери лет? Тридцать пять. Тридцать пять, да. У вас есть ваша собственная личная жизнь? Нет. Нет? Нет. А вы когда перестанете участвовать так вот рьяно в судьбе вашей дочери? Она уже большая девочка. Я как ангел-хранитель. Даши тридцать пять лет. Ей сейчас просто рожать надо, чтобы условия все были. Мы пришли за таким женихом. А что вы нам подсовываете там этого? Один в шалаше живет, и другой в этом. В шалаше не живет никто. Все мужчины где-то живут. Все состоятельные. Да, прощи вы. Они все сказали, что у них есть. Вы хотите для нее женского счастья? Лариса, я хочу. Ну, получается, берешь его. Его и кормить надо, и поить надо. И еще припрется к тебе. Объединяться с вами, это лучше я сама, я не знаю, с пятого этажа кинусь, понимаете? С вами же невозможно. А с вами? Хорошо сняли. Конечно, Ольга, от такой, не от хорошей жизни, я думаю, вы сами себя загнали в угол, я так понимаю. Вот давайте сейчас по вашей жизни вот так мы слегка пройдемся. Надо маме успокоиться прежде всего и предоставить право выбора своей дочери. Сколько вам было лет, когда вы выходили замуж? 21. По любви? Ну, сложно понять. По любви никак не знаю. Я все время вот жалею всех. Вы смотрите, ну, вас же никто не неволил, вы москвичка. Нет. С родителями, не детдомовская, влюбились, встречались. Я воспитывалась у бабушки, у неродной. Моя родная бабушка померла, а дед еще раз женился. Вот. Очень такая набожная, такая хозяйка. В общем, ее по всю деревню была хозяйка. Скажите. Любосольная. Она меня в 6 лет в церковь водила. Я там начала иконы писать, и она собирала эти иконы. А ты думаешь, что у нее колье это натуральное? А мне это без разницы. Я не баба. А когда вы выходили замуж, это что было? Желание вырваться от бабушки, зажить самостоятельно? Или бабушка сказала тебе, Оленька, уже 21 год, и сколько ты можешь еще здесь на моей шее? Давай выходи замуж. Я ни на кой шее не сидела. Я уже в 13 лет поступила в Саратове в Академию художеств. Почему в Саратове? А не в Москве? Потому что здесь жила ваша мама. Ну, там лучше было. Нет, там не лучше было. Мама не звала в Москву? Нет, ну, двое детей без мужа. Лариса, ты прекрасно знаешь. Ну, в общем, мама была, я так понимаю, о мамах плохо не говорят, но все, мама вас, конечно, сформировала. У мамы были мужья, мама рожала детей, справиться с детьми не могла. Лариса, мы сами формировались, садик, ясли, мы формировались сами, школа. Да, Оль. Мы раньше сами. Послушайте, это не так, потому что мы с вами одно поколение, я все прекрасно помню, понимаете, нас не разделяет с вами 47 лет разницы. Лариса красавица, смотри, какая. Да вообще, Лариса, это украшение. Ты же вот хотел комплимент сделать. Лариса Гузеева, это украшение этой программы. А это я Брежнева пишу, вот, портрет. Хорошенькая какая. Я очень много работала, я просто до изнеможения работала. Я работала так, что с ума чуть не сходила, потому что надо было детей кормить. Хорошенькая. Это сколько вам на этой фотографии лет? На этой фотографии мне 19 лет, это я в деревне. То есть талант вот вам не давал. А это кто, не мама с детьми сидит? Нет, 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 это подружка моя. Нет, просто я по фотографиям, и почему я спрашиваю. Я в 19 лет смотрю свои фотографии, у меня длинные волосы, брюки от бедра, клеш, велюровые, пояс там на бедрах у меня, понимаете, родинка между бровей. Это одно поколение. Лариса, я только работала. Я вот в музее закроюсь, вот, как говорится, дадут мне ключи. И я портрет серого писала, вот эти стаканы. Вы выходите замуж, у вас двое детей. Столько копировала работа. Хорошо жили с мужем? Вот это слово работа. Это прежде всего процесс творческий. Это вдохновение, а не работа. Кто зарабатывал на жизнь? На хлеб, на соль, маленькие дети, девчонки? Хлеб, молоко. Я тащила, и его, и детей тащила. Он не смог, не приспособился в этой жизни, не смог зарабатывать. Он на Зиле был главным художником Зила. Ну, он какой-то общественный был товарищ. Он не мог принести ничего, все растаскивали. Но он такой справедливый. Скажите, а как ему пришла идея в голову уплыть в Турцию? Вы отдыхали в Феодосии, и вдруг он решил в Турцию уплыть. Он решил показать, показать, как он плавает. Вот. Он говорит, сейчас я поплыву. А у вас двое маленьких детей? Что вы? При этом? Нет, у меня Даша одна была, два с половиной года. А пока была только Даша? Да. Ага. И он ручкой-то махнул и поплыл. Он поплыл, а я уже... А вы ему, ты куда, любимая? Он говорит, в Турцию. Он хорошо очень плавает. Понятно. Я не стала обращать внимания. По тем-то временам, когда Брежневу портрет рисовали, он в Турцию собрался. Да. Это надо было быть или уже очень сильно больным на голову? Больным, наверное, на голову. Да? То есть там уже были психопроблемы. Конечно. Он в подводной лодке там нырял. Но вы при этом родили еще второго ребенка. Ну, это уже потом. Ну, понятно потом, что не там, прямо сразу на берегу. Вот, вот, вот. Уже пошло. Уже пошло. Пошел ядрен батон. Ну, потому что женские. О, вот нормальные эмоции. А то сидят тысячу-чуть ролевали. Из-за чего все-таки решили развестись? Так, развестись. Не зарабатывал. Потом его еще и дельфин напугал, пока он плыл в Турцию. Денег не зарабатывал, но второго ребенка родили. Это он потом, он рассказал, как он выскочил. А я купаться как раз полезла. Я вообще воды боюсь. Смотрите, Ольга, вот неадекватный человек с вами. Ну, как бы вот по рассказу по-вашему. Ну, я не готовилась, извините, Лариса. Нет, дело не в этом. А вы все равно рождаете второго ребенка от него. Ну, получился случайно второй. Хорошо. Я не хотела уже от него детей. Потом, когда уже замучились, устали, решили с ним развестись, он уехал жить к своей матери с младшей дочкой. Просто она к нему как-то лояльно относится. Даже его вообще не признает. Никогда папой не называла. А Ксюша как-то похожа больше на него. Характер его. А что в ней? И она как-то душой, она больше к нему. Вот смотрите, у меня сложилось впечатление о вашей младшей дочери, самое благоприятное. Она очень уверенно в себе сидела. Спокойная, уравновешенная. Вы говорите, похожая характером. Лариса, она пережитая уже сильно. Она много очень там добивалась уже в жизни. И сильно пережитая, поэтому она такая. Вот если так соотнести маму с дочерью, дочь более уравновешенная, более спокойная, немногословная. Скажите, когда у вас были отношения в последний раз с мужчиной? Вы ходили на свидание, спали с ним. Ну а что делать? Это жизнь. Ну да, это жизнь. Никогда у вас после мужа не было близких отношений с мужчинами? Ну, была симпатия с одним художником, ректор Академии Университета имени Ленина. Была симпатия с Шороховым Евгением Васильевичем. В каком году с мужем развелись? Он очень хорошо мне детям помогал. А с мужем развелись когда, в каком году? В 86-й половине. В 86-й. 30 лет у вас не было отношений? То есть секса 30 лет у вас не было? Ну, я творческий человек. Я понимаю, что можно сублимировать в творчество, например. И верующий я еще, и творческий. А с Зурабом Целедей у вас тоже симпатия была? Симпатия была. Этот человек мне очень много помог. Ольга, скажите, пожалуйста. Зураб просто, ему низкий поклон. Она жалеет себя постоянно. Она жалеет, да. Она пришла и говорит, вот я такая бедная, несчастная, дайте мне жениха. Дайте мне жениха. Поскольку вы согласились прийти на нашу программу, вы себя представляете в браке, в новых отношениях? Вы знаете, спокойствие хочу. Если бы какой старичок спокойный попался бы, я бы... А спокойный это какой? То есть секса не просят? Потому что как бы они были богаты, не стоит начинать. Не стоит начинать. Вот. А вы знаете, они какие все это, только дай им и дай, дай им и дай. Да брось ты, уже в этом возрасте что там дай, песок сыпется. Ну а еще когда? Да мне такого не надо. Душу вынят, понимаешь? Такого не надо. Душу вынят. Может денег еще? Ну это не жадный, чтобы был. Значит богатого ищем. Чтобы пенсию свою, если приложить две, так уже можно отдыхать где-нибудь. Ну, несчастная у нас 90%... Самое время ей иметь внуков. Да, самое время внуков иметь. Вот она уже готова, она скажет, да, я бабушка, все, теперь я хочу внуков. Вы бы хотели, чтобы мама вышла замуж? Я бы хотела, чтобы она почувствовала, что такое быть женщиной и хотя бы счастье какого-то. А какого счастья для мамы хотите? Как вам кажется, вот кто сможет, какой мужчина может маму осчастливить? Ну, скорее всего, простой, такой спокойный, работящий, добрый. На бабушках тоже женится, говорят, что если ты женишься на бабушке, я? Да, то вдвойне ты помолодеешь. Скажите, после той программы вы продолжаете жить вместе? Да. А если у мамы появится мужчина, у вас квартира небольшая, там вы? Ну, это противоестественно. Женщина на четвертом десятке, как вы, она уже должна жить отдельно. Вы уйдете? Живете отдельно? Да что же, мне такой не нужен, у которого уже лет нет. А вам-то какая разница-то? Да, у меня разница есть. Я живи где есть. То есть вы хотите продолжать жить с Дарьей? Нет, я хочу к нему пойти. А, ну я имею в виду, то есть вы отдельно от Дарьи согласитесь жить? Оставить, например, Даши квартиру, а пойти к нему? Так мы лучше еще Дашки найдем, жениха завтра с квартирой. Ну я ее с тебе увезу. Да, увезу. В пещеру. Увезу я в тундру. Да, я ее к тебе в пещеру. Утащу. На плите. В принципе, конечно, Ольга, вы, как Лариса говорит, тяжелый пассажир. Тяжелый случай. Вас так тяжело воносить. Тяжелый случай, да. Вы знаете, вы за пару секунд можете здорового человека сделать невротиком просто-напросто. Вот честное слово. Я про себя говорю. Ну я вообще так, я... Как только вы начали говорить, я уже себе беруши в уши вставила. Что? Ну я человек добрый. Я же не говорю, что у вас одни недостатки. Я могу ругаться, что хочешь. Хочу. Вот видите, вы даже не слышите, не слушаете меня. Поэтому, конечно, вам мужчина нужен подглуховатый. Подглуховатый, да. Потому что 90% он вообще не должен вас слышать, собственно говоря. Слушать не надо меня. А так я добрая. Ну, как говорится, мили, емель пока твоя неделя и так далее. Ну, конечно, уже без сексуальных всяких пристрастий, чтобы у него уже все просто вот... Ну это что, сто лет? Понимаете, ваша большая беда, что-то вы человека не слышите. Вы с ним не можете разговаривать. Это нездорово. Вам кто-то должен сказать. Люди не меняются. Уже лет с 14 вот он такой, какой есть. И вы, конечно, не поменяйтесь. Вы просто дайте себе за рог. Что когда человек говорит, вы в это время считаете до миллиона. Дайте человек... И чтобы его услышать, понимаете? Неправда. Потому что... Если неправда. Потому что невозможно. Если человек говорит неправду, если человек говорит неправду, я не буду считать. Может женщине заткнуть рот поцелуем и сказать, моя такая болтушка, такая бы и в этом есть милота, то в вашем возрасте это конец света. Ее правда, Ларис Правда, трудно ее уловить и следить за ходом ее мыслей. Вы просто себе зашиваете рот и говорите сами с собой там внутри. Ну, рисуйте пейзажи, вспоминайте какие-то стихи, считайте до миллиона, все что угодно. Нельзя, не может быть словесного потока. Это так неправильно, Ольга. Вы замучили своих детей, которые, я вам уже говорила на прошлой программе, которые при вас не могут сказать слово. Они отвыкли с детства быть с вами в делу. Ларис, вот сейчас неправду говорите вы. Вы сейчас неправду говорите, поэтому я не буду молчать. А если мужик будет не видеть мою доброту, а будет на речи обращать внимание, мне такой не нужен. Я вам желаю сегодня встретить мужчину взрослого, очень спокойного, но с характером, который вас методом бугримовой, как с львом или с тигром, возьмет кнут и скажет, женщина, я все понимаю, молчи, покажи свою доброту, когда печешь плюшки, когда пишешь натюрморты и так далее. А сейчас это невозможно вытерпеть. Вот, давайте встретим такого. Сама по себе хорошая, добрая тетка. Но при случае, может, сковородкой и... Да это мне по барабану. Или скалкой. У меня здесь и мозгов-то нет, и все там, колоть нечего. Скажи мне, пожалуйста, что случилось с небом и звездами, когда рождалась Ольга? Это ты еще не была на прошлой программе. Но ты же тоже не даешь никому сказать. Нет, послушай, я не даю сказать, что мне за это деньги платят. Я должна в час уложиться с программы, держать вас, чтобы вы не растеклись. Поэтому, слава богу, мы девятый год. Короче. В семье же я другая и с друзьями. Ольга, вы Овин. Конечно, у вас в Овне есть несколько планет, и безусловно, поэтому, в первую очередь, вы человек, который вот что думает, что видит, то и высказывает сразу, практически. Луна в тельце, и поэтому, так сказать, важность, очень большая важность материального, материального питания, материального благополучия, внутренней удовлетворенности, покоя. Выходить из себя не хочется. А партнер, поэтому, нужен такой же, и практичный, и в то же время, и веселый, оптимистичный, и, в общем, действительно сильный. Если даже он не силен физически, то он должен быть морально очень силен. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Проходите. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Сергей. Женщинам я цветы не дарю, а вот молока от фермера, это, пожалуйста, будете пить и вспоминать меня с кофе. Спасибо. Пойдемте познакомим. Сергей, 52 года, 25 лет проработал химиком-технологом на полигоне радиоактивных отходов, вышел на пенсию и влекся хиромантией. Мечтает посетить Индию, признается, что легко может заснуть в сидячем положении. В линиях своей руки Сергей разглядел три брака, два из которых в его жизни уже случились. Надеется, что на программе «Давай поженимся» он обретет свою третью супругу. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Я можно сразу подарочки, что-то не забыл. Да, спасибо большое. Это вот рози. Спасибо. Это молоко от фермера. И там будете, почитайте, почитайте, там будете вспоминать, чистить полгода из зуба и вспоминать. Спасибо. Ну там, посмотрите, почитайте, почитайте, почитайте. Спасибо большое. Скажите, как это вас инженера-технолога занесло в хиромантию? Посмотрел на Первом канале в 2005 году в марте фильм «Хиромант». Он меня так потряс, что я начал читать книги по хиромантии. Когда я начал читать книги по хиромантии, я понял, что это точно такая же наука, как химия, физика и математика. Со своими законами, теоремами и аксиомами. Я так чувствую, биополе у него. Я муж мой тоже хиромант. Вроде бы биополе, энергетика добрая. Что случилось в первом браке? Про первый брак даже не хочется говорить. Она за свадебным столом сидела уже беременна от своего там любовника. И как бы, когда я это с этим всем разобрался, в течение трех лет... То есть она и не отпиралась, да? Ну, муж, в смысле этот самый... А вы были таким прикрытием. Да, совершенно верно. Потому что она забеременела от мужа материной подруги. Да, да, да. Какой кошмар. Ну, в общем, она не отпиралась, никто не отпирался. Нет, он сказал просто... Из вас решили сделать дурачка, вы не позволили, поэтому... А сколько прожили вместе? Три года. Ну, мы как вместе? Мы, как бы, такой гостевой брак на расстоянии. Нет, ну, таки ребенка она родила? Конечно. Вы с первого дня знали, что ребенок не ваш? Нет, конечно. Потом, когда родился, узнал. А вот, кстати, привязались же, ну, когда дитя у нас рождается. Ну... Не, а что ты считаешь измены? Это что, убежал, сказал честно, что... Я жив до твоего возраста, стыдно вопросы такие задавать. А второй брак почему распался? А вот этого я и сам до сих пор не пойму. У меня все нормально, как бы, я сейчас... Смотрите, вы ее откуда привезли? С Урала? Да, ну, тут я подозреваю, что просто там климат сухой. Да. Вот. А здесь влажный. Да. А у нее вес. Да. Вот. И она просто... Вы любите пышненьких, да? Не любит, наоборот. Наоборот, не люблю, но всегда судьба посылает пышных. Пышных, что первая, что вторая. И вы считаете... Вот, и она просто здесь не могла находиться. То есть она стала здесь таять? Совершенно верно. Это хорошо растаяло бы, стало бы сухонькой? Ну, конституция так не дает. То есть она все равно была пышных форм, и при этом еще и влажность. И все равно потом еще вес увеличивался. Ну, я ее телесные качества не буду обсуждать, они, будем говорить, слишком много... Ну, руки у меня накаченные, значит, лопатой работает хорошо. Ну, нормальная тетка. Сереженька. А вот у вас, вы парное молочко, как я понимаю. А как относительно того, что с сексом у нас будет... Это кошмар. Как так? Ну так, у нас 30 лет уже вообще ни и не надо. Да у мужика после 40 только жизнь начинается. Скажите, а почему вы в 52 года уже пенсионер? Радиоактивные отходы. Вредное предводство. Помимо физической, должна быть еще и духовная совместимость. Сереженька, а вот мы ищем жениха с квартирой, потому что у нас, ну, как бы, есть, но мы делиться не готовы. Вы у вас что вообще? Можно я... Можно. У него замечательная квартира в Подмосковье, шикарная. Можно сказать, даже четырехкомнатная. А чем зарабатывает Сергей сегодня? Вы на пенсии? Нет, только пенсия. Они зарабатывали квартиру, они живут вместе, и нефиг на них покушаться. А время придет, эта квартира все равно достанется, будем говорить, подрастающим поколениям и детям. Мне уже все понятно, поэтому у вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна, либо традиция. Что вы выбираете? Скелет, давай глянем. Скелет, скелет. Что же там у нас так? Что? Лампочка Ильича, а что это? Вот, как раз вот эта шикарная квартира, без лампочки Ильича, превращается в пещеру. И что? То есть, наши доблестные, как бы, Мосэнергосбыт, без суда и следствия, без предупреждения, приходит и отключает электричество. Ну и все, и вот я теперь живу в пещере. Потому что вы задолжали. Вот кто задолжал, кто задолжал, это решает суд. Правильно. И у них в платежках даже написано, если вы не платите, мы вас вызываем в суд. А у вас в это время было в холодильник забито полностью продукты? Совершенно верно. Они пришли. Мало того, что по их вине у меня сгорел телевизор, я до сих пор сейчас выплачиваю кредит за новый телевизор. Плюс они еще мне пришли 28 апреля перед праздниками, без предупреждения, отключили свет. И у меня в двух холодильниках пропал стратегический запас продуктов. То есть они мне теперь должны 30 тысяч, а я им всего 9. Я думаю, что они могли бы жить вместе, но он не хочет. Он бы жил бы отдельно. Он бы приходил бы тогда, когда она его пригласит. И может быть ее тоже приглашал, когда она... А смысл? А смысл, чтобы не нарушать. Хорошо. А сюрприз покажете? Сюрприз? Тут такой блиц-тест даже. Вот так вот сделайте ручки. Вот так вот, как у вас первая. Запомните. Л. Первая, левая рука. Теперь поза Наполеона. Правая. Теперь аплодируйте. Какую ладошку ударяете? Какую ладошку ударяете? Какой правой? Вот так сделайте, и вот так. Какой удобнее? Правой, да? Правой, да. БП. Теперь делайте вот так прицел. Через этот прицел двумя открытыми глазами наводите на палец. На мой. Двумя открытыми глазами. Теперь при закрывании какого глаза палец смещается? Глаз закройте пока. Да. Следую. Как больше сместилось? При закрывании какого глаза палец смещается? Правого. Правого? Да. Читаем. Что как бы есть? Что-то скажем. Да. Л. 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 Классно. Классно. Бизнес. Правильно. Как вам жених, Сергей? Да хороший. Можете говорить все честно, абсолютно, вот как на духу. Здесь никто не обязывает. Чем будете более правдивы, тем больше бонусов вам. Ларис. Человек должен со стороны себя и увидеть, и услышать о себе. Хотя бы раз в жизни. Правду. Ну, нормальный мужик, но как он не понимает, что он уже старый? Вот, видишь, я для нее старый. Ничего себе. Вот не понимает. Хорошо, что вы об этом говорите. И это. Да. Интересный мужчина-то. А что у него интересное? Что у вас интересное? Ну, то, что лампочка у него там перегорела. Мне очень понравился он. Понравился он вам? Конечно, он добивается, надо в суд подать. Он общественный. Прекрасно. Замечательно, что не воротите нос. Какая лампочка перегорелась? Полностью ее отрубили. Конечно, он добивается. Ну, вот. Нет, нет, она тебя хвалит. Да, вот видишь, за то, что ты практичный. Видишь? Ей нравится. Я думаю, что у Сергея были проблемы с самой молодостью, поэтому и первый, и второй брак не удался. Уважительных причин их не было. Не знаю, может быть, повлияла его первая профессия вот так вот на него. Что действительно там проблемы большие, это чувствуется. Я Ларисе не понравился. Вот что мне больше всего, больше всего мне удручает. Что это, звезды так, Тамарочка? Да. Звезды? Буду говорить только с позиции астрологии, да, типа, потому что пять планет в деве. Солнце, Плутон, Белая Луна, Уран, Венера. Для него очень важен партнер, поэтому он ищет брака и в любом возрасте ищет партнера, действительно, так сказать, хочет хозяйственного, молодого партнера, того, который полностью отражал его желание и слушал его. Значит, женщина должна быть глупая, потому что умный человек слушать вот этот бред и все эти тестирования не станет. Значит, глупая, у которой будет своя корысть на его квартиру, и она скажет, говори, говори. Или думающая так же, как он. Ну, значит, глупая, потому что... Дальше. Вот как раз с ним вы будете ссориться из-за президента, из-за того, как вы видите законы мира, и на этом фоне уже отношения не построятся с первого взгляда. Знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Спасибо. Меня зовут Семен. Очень приятно. Хорошее имя. Вы яркая женщина. А вы просто... У вас яркие работы. Поэтому этот яркий букет для вас. Ой, я такие цветы никогда не видела. Семен, спасибо. Спасибо. Семен. 67 лет. Актер театра. Гордится званием народного артиста России и тем, что написал пьесу в стихах. Предупреждает, что возлюбленная должна быть готова проводить с ним вечера в домашней обстановке. Чтобы вернуть супругу в семью, собрал семейный совет, но не смог найти убедительных аргументов. Надеется, что Ольга разглядит его сильные стороны. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте, коллега. Да. Очень приятно. Не, наверное, нам. Не, наверное, а так. На самом деле. Вот угадаете цветом, интересно или нет? Я не знаю, естественно, в какой цвет вы будете сегодня одеты, но тем не менее, вот я проинтуичил. Отдайте Ларисе. Мой цвет. Ага. О, да. Красавчик. Я встретил девушку. Вы встретили женщину. Чем она занималась? Она занималась туристическим бизнесом, но это было в те годы, когда... 90-е. Страшно. Железный занавес. У нее была маленькая дочка? Была маленькая дочка. Ксенечка. Которая вас очаровала просто. В буквальном смысле очаровала. Сколько прошло времени, прежде чем вы на ней женились? Ну, года, наверное, два. Общих детей не родили? Как же, родили. Красивую девочку, Яночку. По любви родилась красивая, умненькая девочка. Во всяком случае, нормальный мужик не гопнет. А кто здесь может гопнет? А всякие бывают. Я не знаю, может, кого там Лариса пригласит, какого-нибудь. Скажите, а почему вам понадобилось возвращать супругу в семью? Она что, загуляла? Ну, произошло в жизни ее вот такой вот момент. Призналась вам? Ну, не сразу. Мы же прожили где-то около 13 лет. Это, конечно, для нее было огромное, наверное, тоже. То есть вы прожили и почувствовали запах измены? Да, ну, холодок, я бы так сказал. Почувствовал холодок. После очередной поездки по Золотому кольцу приехала. И я почувствовал. Я очень, так сказать, в этом счастливе. То есть, если раньше она кидалась к вам на шею, с поцелуями давно не видела? Да, это произошло. А что за семейный совет вы собрали, чтобы мозги супруги вправить? Ну, поскольку наша эта эпопея любовная продолжалась три года, это были не просто три года, а три года. То есть она уходила к нему? А, да. Нет, мы жили вместе. Но он был там, она была здесь. Потом они встречались, совместные были у них круизы. Но при этом мы продолжали жить вместе. Скажите, а как вы это терпели? Просто мне к вам как к мужчине. Лучше не спрашивайте. Вы кто по национальности? Я еврей, бухарский еврей. И как вот ваша горячая кровь. Человек очень эмоциональный, впечатлительный, естественно. Можете представить, как я все это переносил? Нет, не могу. Ну, это был ад. Вы так любили? Любил и ее, и семью, и детей, и родню. Я не мог предать никого. Поэтому я наступил себе на свои амбиции, на свою гордыню. То есть вы думали, что она остепенится? Да, три года я ждал. Вот он ей подходит. Ну, сейчас, может, она тебя выберет. Подожди-ка. Я вижу. Да ты ей понравился. Сейчас еще посмотрим. Ты зато харизматичный. Красавчик. А он что, не харизматичный? Сейчас, подожди. Я собрал семью, брата, ее маму, Царствие Небесное, товарища, который был свидетелем на нашей свадьбе, и я. И сказали, что разводитесь. Нет, я сказал так. Значит, вот я не хочу играть в темные игры, закулисные, да, как у нас в театре, и вообще в театрах. Вообще. Вот здесь наша жизнь, здесь наша судьба, здесь наши самые родные люди. Значит, вот такое условие. Либо я и ты переворачиваем страничку, и все начинаем с белого чистого листа. Забыв все. Я, во всяком случае, забуду все на 15 лет. Либо тогда принимая решение, потому что так терпеть и жить я больше не могу. Я садюсь с ума просто. И кого выбрала в итоге? Она сказала, призналась, сказала, что, в принципе, заварила кашу она, но менять своего решения она не будет. Она сейчас с ним? Нет. Там, через какое-то время, то, что я ей предсказывал ей, это было, ну, наверное, глупо. Это четко изгнать не будет, нет. Ты что? Она двумя зубами оставшимися, ой, или там больше. Вот. Она у мужа всепится, если будет, и все. Семен, а секс у нас еще присутствует в жизни? Ой, лучше не заводить. Будь оно неладное, да? Лучше не заводить имя. И шуток присутствует. Наоборот. Уже не присутствует? Чем больше, тем лучше. Вот так я и говорю. А нам... Поэтому лучше не затратить. А Ольга-то у нас вообще... Ну, что я могу сказать? Я могу только посочувствовать, Ольга, родная моя. Ну, у вас еще и квартира в Болгарии, и московская квартира. Есть грех такой. И вы еще вменяемая, еще самое интересное. Купил и клевый, будешь еще более 30. Сейчас отдаю от долги, но все-таки местечко под солнцем я семью, так сказать, выбрал. И будет еще такой... Вы работаете? Обязательно. Глаз живой? Без работы никак. Квартира в Болгарии и Москве. Все, это ключевое, это уже все. Ну, что, Сережка, у нас тоже вменяемая. А вам нравится, Семен? Очень. Семен, а вы... Мы еще бы не покоятся. Я шучу. Не говори, дорогой мой, я согласен. Семен, о чем? Здесь никто не шутит. Здесь все абсолютно... У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и свидание наедине. Свидание. Конечно. Ой. Пожалуйста. Но есть минута ровная. Куда мне пройти? Вот на вторую комнату. Если не вернусь, считайте меня героем. Ты ладно. Веди меня, веди. Веди ее, веди. Куда? Дарья, конечно, это было бы огромное счастье. Вот такого дядьку заполучить в семью. В качестве, не знаю, отчима, в качестве мужа. Ну, да, мне понравится. Просто друга. У него на лице написано. Хороший человек. Не потому что мой коллега. Оленька, значит, вы художник, вы талантливый художник, мы творческие люди с вами. Не обижайтесь на меня, на мои какие-то комментарии. Ну, я такой человек. Когда мы не видим, не слышим, не чувствуем партнера на сцене, мы считаемся бездарными актерами. Надо чувствовать, видеть и слышать партнера. Вы немножечко увлекаетесь? Нет, я не увлекаюсь. И у вас захлестывают эмоции. Сама выступала. И вы как бы, да, вне уже, так сказать, атмосферы и вне контакта. А маме правда 58 лет? Да. Ну, не может же быть, что она там на три года старше Розы. А где родились? Я в Москве. Ну, не может быть. Но маме за 60 прямо глубоко. Ну, она очень много пережила. Она одна нас родила. Дело не я, не меньше. Дело не только. Ну, вы очень красивые. Это все. Спасибо большое, Семен. А вы сразу прямо нас рады. Сюрпризом. Единственное у нее один недостаток. Не научился с затылка на передок волосы зачесывать. Этот небольшой текст о любви. И его я обращаю и к Оленьке, и ко всем присутствующим здесь. О любви. Как ожидание, любимый, томит мне душу и сердце гложет. Как тяжек день сегодня мне и ночь видением тревожит. Приди скорее. И ласкою своей печаль сердечную развей. И мысли темной разбей. Одной тебе, мои объятия, открытые для жарких поцелуев страсти. И нежных ласк божественной любви. Ну что, хорошо. Мне нравится. Достойный конкурент. Она сейчас задумалась. Нет, ну ты, Аня, скажешь. Да ты лучше, Сережка. Серегами нежных слов я слух твой удивлю. Браслетами объятий твои я руки обниму. И жарким, страстным поцелуем румянец твой стыдливый растворю. И вот ему бы играть, этого карточного шурлера, это все. Извините, что я вас на пару лям в зеле не надул. Любите люди друг друга на века. И будьте счастливы. Пока. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, проходите в комнату, да, спасибо. Видишь, как зал реагирует? Она меня, она меня в зал вообще не реагирует. На тебя весело все было. Ты зажегся. Дарья, что скажете? Красиво. Торжественно так. С душой. А вы что скажете? Ну, неплохо. Он еще такой. Любви, любви. А мне бы, как в стишке. Счастлив тот, кто в радости убогой, живя без друга и врага, пройдет проселочной дорогой, молясь на копные стога. Ну, так нам же не мертвого надо, понимаешь, или полуживого. Ну, у него ребенок еще, он 25 лет, он там, долги у него, что там. Не, мне спокойного надо. Зато долги циквартируют. Нет, у него все прекрасно. Нет, за дом еще выплатить там. Ну, конечно, он и в стихах, он воспевает любовь молодой женщине, снежным румянцем и так далее. Долги я уже выплатил. Все, все остальное у меня есть, я востребован. Мне только нужна та единственная, любимая женщина, о которой я мечтаю. Семен Водолей, и, безусловно, Водолей несколько планет. Он человек, который ищет мечты о любви, и всю жизнь он этим живет. И я должна вам сказать, что поразительно, если бы вы... Вот сейчас вы абсолютно друг от друга далеки, живете в параллельных мирах, но действительно, если бы долго общались, на самом деле у вас невероятная физическая совместимость. Я почувствовала это. Понимаете? Я почувствовала, но у него тоже есть. И единственное, что противостояние именно внутреннее. Немножко трех попасть. Знакомьтесь с третьим женихом, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте! Здрасте! Я старый солдат Дона Роза. Я поняла. Я не умею говорить красивых фраз, но при виде вас и ваших глаз я впал в неистовый экстаз. Дона Роза, осчастливьте! Будьте бояльны! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Страданца! АПЛОДИСМЕНТЫ Идемте сюда, ко мне! Андрей, 57 лет. Офицер в отставке. Сейчас на пенсии. Играет на баяне, сочиняет песни и декламирует стихи. Гордится тем, что построил рыболовную базу. Андрей признается, что в молодости брал женщин напором. Но сейчас понял, что его тактика сильно устарела. Надеется, что Ольга поддастся его чарам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Если вы в молодости брали напором женщин, то теперь чем? Измором! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Ну, напор остался. Измором! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, Господи, мне так вот не надо. Вы там грозились какие-то подарки? АПЛОДИСМЕНТЫ Легко! Я вначале самой главной руководительницы этого проекта. Вот такую парочку, потому что они вместе... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это мне. А это мой кобель. Его здесь нету. Это у нас ослик красивый. А это я хотел Василисе, кота Василия. Он непростой кот, он очень интересный, говорящий. А Тамара тоже подойдет, она у нас остроена. Я там не надо, я Василисе передам. Я понимаю, что вы автор этих игрушек, вы этим зарабатываете? Нет. Я просто был приглашен сюда. Хорошо. И мне хотелось доставить удовольствие самым красивым женщинам нашей страны. А вам взять, у Вас получилось. Вот это по-нашему. Молодец. Сколько у Вас было браков? Один. Один. И я знаю, что Вы ее выстрадали, Вы как разведчик как-то за ней там следили, познакомились. Ну-ка расскажите. А это не брак был, это любовь была. Одна из любви. Ага. Это ту, которую Вам не удалось от мужа увезти или удовольствовали? Ну, я не знаю, но получилось так, что... Это вот чей платочек Вы до сих пор храните? Да, храню, храню. Это вот Ваша самая большая любовь. Ой. Была у меня такая давно, правда, это. Вот. Ну вот. Реликвия. Это все, что осталось от той памяти, которая уже, черти знает сколько лет, 25 прошло, больше. Просто гранатовый браслет. Да, любил больше жизни. А что не женился, если любил так? Ой, а у меня вот такой принцип нехороший. Не знаю, обидятся женщины, не обидятся. Если раз предала, мужа предаст и тебя. То есть в любовницы взяли, а жениться... Я не взял, мы бегали, будем говорить, прятались там, что только не было. А жениться было страшно. А жениться, получается, не совсем страшно было. А муж ее не поймал Вас ни разу? Вы знаете, я старый разведчик, и меня поймать с чужой женой бесполезно. Слишком знаю много мер безопасности. Скажите, а из-за чего муж повесился? Не из-за Вас или... Вот вы знаете, догадка у меня внутренняя есть, потому что я уже уехал в Нижний Тагил, я служил там, и я приезжал, и в один из разов он, видать, меня увидел. Ну, может быть, человек что-то почувствовал, и потом я уже узнал. Нельзя грех на душу брать, потому что закон бумеранга еще никто не отменял. А скажите, подрабатываете или чистая пенсия? Ну, на эту пенсию я счастлив, меня Родина осчастливила, и мне хватает. А вот жена... А так, левачок какой-то всегда бывает. Скажите, вам нравится Ольга? Потому что вы похожи внешне, вы похожи по темпераменту. Вы оба такие шумные, яркие. Вы видите себя вот в паре, допустим, с Ольгой? Трудно сразу сказать, но она мне понравилась. Нет, она женщина нормальная, но на нее наложило, что она была и баба, и мужик. Понимаешь? Да, да, да. Вот почему, конечно. А вот относительно того, что секс уже... Нету плохо секса, любовницу заведем. Да. Вместе. Я разрешу. Так его она разрешит, тем более. Слушай, а что бы как бы не вернуться в большой спорт-то? Можно вернуться при желании. Вот, видите, а я вижу, что вы нравитесь друг другу. Вы как-то у вас и голос задрожал, и так вы стали помягче. Я вижу, что нравится, да. Вы внешне похожи. А здоровье у вас как? Погодки. С здоровьем. У вас остался один бонус, семейная тайна или традиция. Есть такая? Есть. И что за традиция? А на охоту километров по 20 в день хожу еще пока. То есть вы без вредных привычек, судя по всему, не пьете, не курите? Прошлый год курить бросил, вот год будет. А выпивал всю жизнь, и сейчас выпиваю. Не буду, да. А как выпиваете? А как выпиваете? Это, по сути, Ольга может напугать. Приехал у меня брат здесь в Москве, три рюмки, выпили, все. А куда больше? Ну, без фанатизма. Девушке это не понравится. Давайте о семейной традиции. Давайте о традиции. Мне досталось от предков вот такое генеалогическое древо, которое здесь только по квадратикам расписано. А реально я знаю свое девятое колено. Я являюсь девятым коленом от первого. Если интересно, моя родословная Сибири от кочевников, от татарина, такой был Мерзагобуй Охлуп в Красноярском крае. Следующие поколения там пошли Охлупины, а потом один из предков был писцом, образованным человеком, и поменял, немножко начали торговлей там люди заниматься, и поменял фамилию Охлупины на Таргашины. Это где-то времена Петра Первого. Да, спасибо большое. А сюрприз покажете? А почему не показать? Я что-то не понял, к чему он эти игрушки принес. Я что-то не понял. Ну, он на рамоков хочет, я так думаю. Нет, это просто подарок. Ну, какие-то странные подарки, конечно. Наоборот, хорошо. У меня, друзья, кума, ну не баба, а чума. Ножки кренделем, а грудь готова землю обогнуть. Ой, кума, ты кумушка, озорная думушка. Ой, да чего ж ты лиха, а доведешь ведь до греха. Говорит мне Вечерков, зайди по балу сечейком. Поболтаем посидим, в телевизор поглядим. Ой, кума, ты кумушка, озорная думушка. Ой, да чего ж ты лиха, а доведешь ведь до греха. Все. Проходите в комнату, спасибо большое. Забирайте своего товарища, забирайте его справку. Дарья, что вы скажете? Веселый. Угу. Такой добрый. Ольга, а не было вот ощущения, вот я сказала, что вы как в зеркало смотрелись? Не было ощущения, мы хотя погодки с ним немножко младшие. В каких-нибудь погодках, ну вот по темпераменту, по заявке себя на этой земле. Да, темперамент действительно, вот он от души так вот пел, мне хотелось тоже выйти. Во всяком случае, ты ее заинтересовал в каком плане? В том, что необычный такой, исключать ей не придется. А видите себя рядом с ним? Я вижу, я бы хотела. Это легко бы. Ну, собственно говоря, в каждой из вушеке свои погремушки. И вот свои игрушки. Ну, тишину будет. Я не вижу, а с кем легко? Ну, психику, я еще не знаю, психика какая у него. Ну, послушайте, но рядом с вами он абсолютно здоровяк. Я так вижу, что и у вас тараканов, и у него тараканов огромное количество. Поэтому я только одна надежда. Если вы сойдете, что его тараканы будут выгонять ваших или наоборот. Пусть выгонят, и у вас тараканы, и у вас тараканы. Я не хочу его тараканов. Вы живут совершенно. Насколько могут два у вновь житься. Потому что, конечно, люди оба с большим сильным эго. Безусловно, и одинаковый тип мышления совершенно. По душевным совпадениям вы действительно, внутреннее ваше я вполне может совпасть. Какой идея. Пошутил. Если она за тобой зайдет, ты выходи. Все, ты сядешь. Семен, я думаю, не пойдет. Семеном у вас не сложится ничего. Мне кажется, он с вами к вам не выйдет. Нет, я к нему не пойду. Да, Сергей... А жаль, потому что именно Семену... Да, но Семен не свяжет свою жизнь с Ольгой. Он ее приведет, он приведет Ольгу на премьеру спектакля. А после этого люди выпивают и общаются. Ну, Тамара, дальше фантазируй сама. Либо я приезжал, либо она пусть приезжает. Но вот так постоянно, и тем более вот, так сказать, вот с таким неуемным характером, это сложно. Самый безобидный, это, конечно, Сергей. О чем ты говоришь? Сергей вообще не ее мужчина. Короче, вам подходит Семен и Андрей. Слушайте себя, в любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Конечно, вы можете. А у вас не сложилась жизнь, вы ее профукали. Я жизнь свою не профукала. Я хороших детей воспитала. Я воспитала отлично. Можно я закончу программу? Пустых. Выходите, давайте Ольгу поддержим. Встаем. Семен, вы мне очень понравились. Спасибо. Благородный очень человек. Особенно ваши стихи, они просто так за душу взяли, что это просто я не могла устоять. У нас есть пара Семен и Ольга. Если вы одиноки или вам понравился, кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. Завтра не забудьте посмотреть программу с Дарьей, с дочерью Ольги. Спасибо, Ланя. Удачи. Спасибо.